Друзья, всем доброго времени суток. Мы продолжаем смотреть за Best of 3 противостоянием команды CES против коллектива Slimdunk. Команда под названием VULF зарегистрирована на этот турнир, но не суть. Суть в том, что первую карту VULF все-таки уже смогли забрать, ну а мы смотрим с вами уже за второй картой, которая может оказаться последней в этом Best of 3 противостоянии. Конечно же, квалификации на мейджор турнир с призовым фондом в 1 миллион долларов ESL One Birmingham. Комментирую для вас LumiSeed и продолжаются, продолжаются у нас небольшие неполадки на стриме, но в игре эти лаги пропадают, так что в принципе не так критично. Надеюсь, что в ближайшее время это смогу пофиксить, но пока, к сожалению, нам других возможностей не дают. Все, это смотреть. Пики и бана в самом разгаре. Alturdivower, Darkwillow, Bane и Morphing для Radiant. Dyer забирают себя, OmniNight, Lino, Elder Titan, Phantom Lanser и Disruptor. Ну и я бы сказал, довольно-таки крепкие пики. Мне больше нравится пик команды Radiant, просто потому что тут и станчик через БКБ имеется. Ну не стан через БКБ, а контроль через БКБ имеется. Тот же самый Morphing, это один из тех героев, которые все же в последних патчах немножечко поднялись, которые все же в лейте будут разваливать. Вот Alturdivower, который на медл-линии смотрится весьма-весьма неплохо против Лины. Ну и ждем от них завершающий пик. Пик в сложную линию. С другой стороны, у команды Snimdunk имеется OmniNight. Это тот герой, который вообще практически всегда находится в бане, которого ни в коем случае не отдают. И против которого пока что не имеется прям какого-то суперского персонажа. Есть, конечно, Alturdivower, который чистый урон просто-напросто наносит. И, в принципе, у него там всего урона есть по чуть-чуть. Но Razer находится в бане. Razer, понятное дело, здесь пикнуть никаким образом не получится. И, в принципе, нет в этом никакого смысла. Точнее, смысл есть. То есть Razer был бы неплох, но Razer находится в бане от команды Snimdunk. Поэтому нет смысла просто обсуждать, что бы могло произойти, если бы был Razer. Пик и укомплектованы. Последний пик команды Radiant или же команды Wolf. Это Underlord. Ну, а Slimdunk должны придумывать, каким образом они будут пытаться эту игру проводить. В принципе, пока я вижу, что нацелено все на мидгеймы. Пик у них тоже очень сбалансированный. Имеется огромное количество подстана. Имеется неплохой сейв в виде OmniNight. С другой стороны, у команды под названием Wolf все же есть возможность вначале как-то поднабрать критические массы. Тот же Underlord, он аналогично Darkseer, выносит с линии очень даже немало золота. И если Darkvillow вместе с Bain будут действовать агрессивно с самого начала, а я фактически уверен, что эта связка саппортов взята здесь не просто так, и для того, чтобы все свои способности комбинировать и вначале, опять же, движения на карте создавать, у команды Radiant имеются все шансы. В общем, пики равные, нет какого-то тотального аутпика. Ждем начала данной игры. Расходятся потихонечку уже игроки по своим линиям. Будет ли, опять же, какой-то начальный смоук от одного из коллективов? В прошлый раз Slam Dunk пошли в пятером, поставили неплохой вард, и потом, к сожалению, подцепить никому не получилось. То есть в этот раз уже с самого начала смоук не используют ни те, ни другие. Правда, здесь могут найти Бэйна, Бэйна, увидели Бэйна. Было бы неплохо подцепить, но слишком уж далеко находятся остальные герои. Elder Titan сам подцепить никаким образом не мог. Это ему надо было вкачать Эхостомп, и Эхостомп, опять же, на 100% прокастовать здесь не получится. Решили не рисковать. Да, на Outer Devour будет играть LCX. В этот раз. Ну и что можно сказать? Должны, должны давить. Игроки команды Вульф На этой карте как минимум Продавливать свою легкую линию с морфингом. Потому что персонаж все же довольно-таки агрессивный, И может выгонять Вражеских Вражеских героев куда-нибудь на фонтан, Или просто убивать их. Но могут возникнуть у морфа проблемы, Потому что на линии он будет стоять против Умни Найта Вместе с Elder Titan Не помешало бы сюда еще одного персонажа притянуть к лифтиву. Радиант В команде Радиант Тут Бэйн Вместе с Elder Titan Уже потихонечку закусываются. Бэйн Откидывается Финсгрипом, но все же пробивают Весьма-весьма неплохо Саппорты друг друга. Возможно придется Просто обоим отходить К себе Куда-то под фонтан Регениться Или прожимать фласку. Очень много регена уже потерял Elder Titan. В общем, количество регена У Бэйна Чуточку повыше, чем у Elder Titan За счет того, что у него имеется и Healing Self, и Tangus. А вот Elder Titan уже последний свой Tangus Будет доедать. Это в плюс Для Бэйна. И Phantom Lancer Будет стоять на верхней линии Здесь сразу же Отвели крипов Получается так, что Крипов добивают Прямо-таки у себя Под Тир-2 Тавром Но, с другой стороны Там и Darkwill Тоже Парочку крипов поднабило Darkwill Причем уже второго уровня Underlord Находился Довольно-таки Далеко в тот момент Хотя все же Часть экспириенса Он получил Неплохое начало Для команды Carton Sports Club Бэйна потихонечку Джефф пробивает Бэйн очень сильно страдает На этой линии То есть Все-таки Elder Собирает Со своего Astral Spirit Весьма-весьма немало урона Марфа, конечно, здесь тоже подрывают Неплохо Но морф рекенится У морфа еще Имеется Один заряд Тангусов Имеется Хилинг Селф Так что в любой момент В нужную секунду Морф сможет Прожать Свой Хилинг Селф И абсолютно Фуловом на этой линии Оказаться вдруг Неплохо было бы Также сделать себе Еще и стики Для этого Надо дойти До потайной лавки Ну и пытается Потихонечку Все-таки Омни Найт С ником Фейсос Этой линии себе Золото приносить Его сильно здесь Не прогонишь Гоняют друг друга Саппорты Но расстановка 2-1-2 Она тем и плоха Что коры Фармят Точнее тем Хороша я бы сказал Что коры На каждой линии Пытаются фармить Но плоха Здесь эта ситуация Именно для Команды Под названием Хардон Сиппорсклаб Андерлорд в это время Очень сильно подпросел Уже залетает по нему Копье Будет ли последняя Тычка от Фантом Лансера До Фантом Раша 5 секунд Работает также еще и Сандерболт Стиков не имеется Это минус Андерлорд На верхней линии Это Ферстблат Для команды Слэмданк Ну еще 2-0 уже На этой карте Довольно уверенное Начало для них И фармят Причем даже получше На мидл линии Лина все же Перефармливает Своего визави У Андерлорда 10 крипов добито У Лины Целых 17 И Фантом Лансер На легкой линии В принципе тоже Довольно таки Неплохо себя чувствует Все же ПЛ Это не тот герой Это не какой-нибудь Террорплейд Который прям Супер сильно страдает От Линтерлорда Линия у Марфа Очень сильно подпушена Поэтому пару Крипов он все же потеряет Немного Фарм Не задался С самого начала Лина Уже левел 5 Хочется сделать Поскорее Те же самые фейзы И после фейз Уже можно будет Пытаться какие-то Ранние ганги Совершать Ну а пока Он не на это На нижней линии Конечно никак не пробить У него уже имеется Четвертый уровень Перефекейшн В двоечку есть Дегенаура также Работает И морфинг Не очень хорошо Себя чувствует На этой линии Тот же Бэйн приходит И Бэйн сейчас будет Получать Кувалды по лицу Но нет Этого не происходит Там буквально Одна тычечка И Перефекейшн был в кулдауне А так конечно К этому мнению Это просто страшно Приходить уже Да Морф Который перекачан Довольно-таки сильно в ловкость Уже очень сильно страдает Всего этого На 74 Единицы урона Стычки имеется Не так легко добивать Потому что Омни Найт Все же милишник И Омник Очень хорошо В этой ситуации Пытается донять Морф проседает по золоту И проседает В общем по золоту Вся команда Карта Карта на Спортсклаб По всякому случаю Бывшая карта на Спортсклаб Бывшая ЦЭС Андерлорд в это время Добил 19 крипов И по всем трем линиям Мы видим что У Ключевых персонажей Есть преимущество А Морфинг планирует Выходить в линкот сферу Линкот сфера ему Безусловно Здесь понадобится Что против Того же самого Глимсаут Дизраптора Что против Тумлансера С его Спирит Лэнсом Да вообще Лагуну тоже Можно будет Отделом Ивейдить Смотрится неплохо Ну не просто так Открывают Морфинг в первой стадии Пика Игроки профессиональной Команды Для того чтобы Ну Семипрофессиональной Командой я бы назвал Для того чтобы Его никаким образом Не использовать Да Морфинг в пике Довольно неплох И вообще Здесь можно будет Даже неплохо Комбинировать Этого морфинга С тем же самым Элдер Титаном Потому что Призвав Астрал Спирита Ты все равно получаешь Дополнительный урон А для морфинга С его скоростью Атаки Этот дополнительный урон Будет Очень хорошо Смотреться Если огромное количество Юнитов Окажется вдруг Где-то рядом То Морф Будет просто Разрывать Так что Не стоит забывать Об этом Вообще Здесь много В кого можно Морфингу превратиться Так что Осталось Только лишь Захотеть Итак Восьмая минута Счет 2-0 Пока нету Каких-то Перемещений От обеих команд Ву Подцепили Ву Умирает Это третье убийство Для команды Под названием Стэмданк Не совсем понимаю Что Бейн там делал Наверняка Хотел поставить Какие-то варды Поставил опс здесь Его Видимо было видно На этом опсе И Поняли ребята Из команды Дайр Что же все-таки С этим Бейном Будет лучше всего сделать Морфлинг Все еще 23 кейпа Добитых имеет Это далеко не лучший результат Для Кор-героя На Восьмой минуте В это время Лина уже добивает 52-го Ну Не добивает 52-го Ладно 51 у нее имеется Не так важно Возвращает На глимсе Дизраптор Своего Визави Получает Керсенкраун На верхней линии Пытается все же Сделать убийство На соброте пятой позиции Игроки команды Картен и Спортсклаб Но не получается У них убить Героя Есть эхостом По морфлингу Морфлинг Не перекачивается Пока идет К шрайну На шрайне отхиливается Пытается пробить Элдер Титана Но Пока ничего со своей слабой Тычка сделать ему не может 0-4 Становится счет В пользу команды Слэмданк Потому что умирает Очередной раз Еще и Дарквиллоу На верхней линии Ну Посыпались Посыпались ребята Из ЦЭС Ребята из команды Которая зарегистрирована На этот турнир Под тегом Вульф Складывается такое ощущение Что просто Не особо грамотно Расставлены линии В этой ситуации То есть пытались Придумать Бэйна против Фантом Лансера Пытались Помешать Пэлу фармить Хотя у Пэла Все равно сейчас Добито там 51 крип На 20 крипов Это больше чем У Того же Морфлинга Понятное дело Инфибл работает На него Ровно так же хорошо Как и на всех Остальных персонажей Но В данной ситуации Он из себя Инфибл просто сбрасывает Допликангером И абсолютно спокойно Продолжает фармить Это неприятно Это очень неприятно Плюс еще и взял себе Фантурмаж В четверку И даже Не сбивая Инфибл Он может абсолютно Спокойно наносить урон Потому что это Плюс 30 единиц К ловкости Ну и соответственно Получается плюс 30 урона Аутвард Девавр Планирует выходить В Хуррикон Пайк Делать себе Форстаф После чего Конечно Уже будут Доделывать Полноценных Хуррикон Пайк С Дракон Лэнсом И Другими Плюшками Фантум Лайдзер Кроме Своей линии Фармит Также еще и лес Его покинули Саппорты Поэтому Немного может Позволить себя Похолдить У себя под тавром Пропустить парочку Крипов Но Линия все равно Потихонечку подпушивается Тут две катапульты Причем Одну катапульту Заврал на себя Андерлорд И уже Тирадин Тавр Пытается неплохо Подпушить Крюстит Краун На Фантом Лансера Сбрасывает Крюстит Краун С помощью Доблигангера В это время Проблема Морфинга Морфинг Подтачи Сторваном Кенетик Филдом Конечно и перекачивался Но все же Не хватило ему Той самой перекачки Третьего уровня Для того чтобы Остаться в живых Слишком уж много Персонажей Сюда сместилось И Лина С Лагуна Блейдом Не прощает Подобных героев Подтачи Кенетик Филд Конечно тоже Штука неприятная Ты из нее Никак не выберешься Кроме как Переждешь Фантом Лансер Получает Крюстит Краун Пробивает Очень неплохо Андерлорд Андерлорд умирает И можно дальше гнаться Еще из-за Дарквилла Дарквилла Прожимает Реалити Рифт И все же Спасается из этой ситуации Извиняюсь Шеду Реал Никакой не Реалити Рифт Счет 0.6 Уже на этой карте Такое ощущение Что мы с вами Увидим третью И решающую Такими темпами 5000 преимущества По золоту Имеется за командой Слем Данк И падает Уже Тир-2 Тавра Внизу На металлинии Тир-1 все еще имеется Здесь продолжает Дофармливать Аутур Девавр Но ОД все еще Не в силах Нормально подраться У него имеется Эссенсаура Четвертого уровня Спасибо он все-таки Вкачивается Но Те же самые орбы Третьего левла И пока без Фрустафа Просто Ну невозможно Этого персонажа Куда-то подтолкнуть И Дать ему возможность Набрать Большое количество Интеллекта Файта Морф уже Притянулся Фармить Льез Забрали Внизу Дарквиллу Пыталась она хоть Каким-то образом Помешать сломать Свой Тир-2 Тавр Но До сих пор даже Тир-2 Райза не имеется Пятый левел У Саппорта пятой позиции Этого левела Конечно не хватает Для того чтобы хоть Каким-то образом Свою мультимет Реализовывать Для того чтобы он Просто появился Хотя Тир-2 Райз Мог бы очень серьезно Потянуть время Сложившуюся ситуацию А Спейс Сейчас для Корп-персонажей Команды Цез Команды Вульф Очень даже Сильно Необходим Ну Морфинг фармит Вся надежда на морфинга На то что он все-таки Сделает себе линк-сферу Не будет умирать от лины Конечно фармить лес Довольно-таки быстро Но на линии Фарма намного больше Получают коры команды Слэмданк Так в это время Эхо с Том Есть Брамбл Месс Неплохой Попадает по линии Но есть также еще Лагуна Блейд По Алтур-Дивавру Получается Что он Кэндикфилд В лицо В итоге отправляется В таверну Пытался выживать на стиках Цепляют Бэйна Бэйна вернули Бэйна тоже забирают Отличный файт Для команды Снэмданк Все же забирают Это не Тирадин Тавр Но это мега Киллстрик для Лины Да Действительно Себя чувствует Очень неплохо Этот персонаж В последнее время Лину все же Стали брать Чаще и чаще Последние два патча Ее все же Стали вспоминать И вот сейчас Против Фолтур-Дивавра Против Морфинга Данный герой Залетел весьма Весьма неплохо Ну мы уже видим Насколько сильно Лина Сноуболится В этой игре У нее 6800 по золоту Она отлично Стояла Миддллейн И В принципе Дальше Ее темп не сбивает Вообще никаким образом Реалити рифт От Андерлорда Нет Дарк рифт Все еще Хочу я Как это назвать Присвоить Я не знаю Здесь Одному из персонажей Скилл Каос Найта Наверное Так давно Я его не видел Что уже соскучился По тому самому Реалити рифту Ну друзья Ладно Время Два ночи По Москве А мы Смотрим только Лишь за второй картой Первого Бестов 3 Противостояния Калификации Северной Америки Первый раунд Еще раз напомню Что Победитель Данного матча Будет играть С Одной из Точнее Точно могу сказать С какой командой С командой Вичи Геймер Джерми Шторм С командой Резолюшена Очень хочется На них посмотреть Потому что Пока они В новом составе Нигде не играли Но Могут быть крайне Интересными Для СНГ Публики Все же за Ромку Грешно не попалеть Завтра этот матч Вы сможете увидеть Ровно в 12 часов Ночи по московскому времени Конечно время не самое лучшее Для зрителя Но Ничего с этим не поделать Все таки Северная Америка И играются Калификации там По их местному времени Проблема у Морфлинга Морфлингу Просто выжали Всю ману Моментально Но приходит Дарквиллоу Дарквиллоу пытается спасать Дарквиллоу Получает огромное количество урона Фантом Лазера Отхилили В пл получать Рарайс Натарарайс Будет сейчас убегать Очень даже неплохо Получается Пока что его сейвит Работает Рэпл Получается забирать Еще и Бэйна Морфинг Также отсюда не уйдет Это дабл-килл Для Омнинайта И в итоге 0.11 Уже счет на этой карте Слишком все хорошо Для команды Вульф Карту на Спортсклап Еще ни одного Убийства сделать не могут Это совсем не похоже На то что творилось На предыдущей карте В предыдущей игре все же собрались ребята из коллектива под названием Слэм Данк. Видимо, не проснулись в начале первой карты. Потом уже как-то, ну, действительно, действия у них были очень скоординированные, очень правильные. Но, то есть ошибок они особо-таки не допускали, но их подвел пик. Сейчас пик хороший. Сейчас таким пиком можно будет абсолютно спокойно игру выигрывать. Да и в прошлой карте, если бы не отдать все свои три стороны довольно быстро, может быть, получилось бы игру выиграть. Но это размышления из области, если бы они ошибились. В это время цепляет андерлорда. Андерлорда все же получилось забрать. Конечно, Брамбел Мейс неплохо работает в лесу, поэтому его повесили. И вроде как пока что дезраптора даже должны пытаться зацепить. Дезраптора цепляют, дезраптора убивают. Но это первое убийство для команды под названием Вульф. Следующий файл 3 кап. Все же андерлорд герой чуточку более богатый, чем дезраптор, поэтому золото в любом случае больше получают из этого замеса Вульф. И они готовы идти по верхней линии. Также пытаются избирать еще и катапульту. Но Лина... Лина получает Брамбел Мейс. Казалось бы, действительно могли бы ее здесь забрать, но нет. Нет, Барабаны все же работают. Опять же, рядом слишком много спида у Лины. И цеплять ее, опять же, проблематично, если она сама не попадается в какую-нибудь Брамбел Мейс, например. Ну, единственный выход для команды Вульф в этой игре... Пытаться дефать свой хегграунд и задягивать флейт. Но не сказать, чтобы здесь 100% это получилось сделать, потому что с Линой и с Фантом Лансером очень легко зайти на хегг. Цепляют, правда, в это время еще на 100-4 рамки к этой филде. Фейю пытаются догнать Бэйна. Вуу таким этапом действительно можно будет зацепить. Вуу получают очень много дэмэджа с... Латенькая Рея. И Драгонслейва от Лины. Ну и Морфинг прибивает Тир-1 Тавр. Тир-1 уже падает. Его глимсонули. Глимсонули не очень хорошо, поэтому он просто использует вейформу, тело-телепорт. Да, Морфинг спасается из этой ситуации. Конечно, по-другому бы здесь ее никак не разыграть. Тир-1 Тавр падает. Дополнительные деньги для команды Вульф. Но все еще преимущество 10 тысяч за командой под названием Слэмданк. Двигаются, двигаются они потихонечку к своей победе. Двигаются по металл-линии. Кстати, меня интересует тот ли игрок, что на прошлой карте играет сейчас на OmniNight. Потому что ника Faceless я почему-то не запомнил. Можете написать в чате, потому что... Ну, может быть, человек просто сменил ник, если у него была такая же аватарка, то все нормально. А так, возможно, просто действительно один из игроков не смог и пришлось на первой карте кому-то стендинить в этой игре. Здесь не так заметно, потому что, к сожалению, имена и всех игроков состава не всем известны. Нандерлорд! Цепляют его, его все-таки убивают. Да, и Хастомп неплохой. Снова получается делать это уже 15-й раз в команде под названием Слэмданк. Ну, слишком, слишком. Действительно, большое преимущество уже за ними на этой карте имеется. Счет 2-16. 21-ая минута игры. Да, друзья, мы в курсе той проблемы, которую вы сейчас видите на стриме с моргающим изображением. К сожалению, пока с ней ничего сделать не получается. Дарк Виллоу. Тандер Страйк получает. Эхастомп они зарядили. Терри порт сбили. Это будет минус Дарк Виллоу. Очень неожиданно. То есть 17-е убийство все же зарабатывают себе ребята из команды под названием Вульф. Да, ну, не совсем те карты, не совсем те игры, за которыми было бы вот прям суперинтересно наблюдать, потому что обе команды ошибаются. Обе команды ошибаются довольно-таки серьезно. Просто где-то загуливали пара персонажей. Опять же, почему была настолько сильно затянута предыдущая игра, предыдущая карта? Потому что Шторм Спирит влетал и абсолютно какие-то непонятные вещи творил. Там два раза отдался абсолютно бесполезно. И после этого Дефли Хайграунд ребята из команды Слэм Танк слишком долго просто, потому что они надеялись, что Шторм Сим снова отдастся. И нужно бы сконцентрироваться обеим командам, потому что видно, что ошибки абсолютно глупейшие. Они не пускают. В некоторых ситуациях здесь, конечно, можно сказать, что просто неправильно доставили лей. Да, очередной раз умирает Бэйн. Хотел выйти, хотел поставить какой-то вард. Опять же, уточнить информацию по поводу Рошана. Но на Рошане ничего не противопоставить сейчас. Радиант Дэрам. В итоге это Айгис для Лины. Всего лишь две внешних вышки осталось у коллектива Вульф. В этом эпизоде. Ну и Лина уже 15 уровня с 15 зарядами Бладстоуна. С Юлом и довольно-таки скоро будет с Шадоу Блейдом. Все же довольно-таки серьезная боевая мощь. Которую причем еще и сложно сейчас как-то цеплять. Да, есть, конечно, Ву, есть Бэйн, который можно спокойно с гриппом попытаться ту самую Лину законтролить. Но тут проблема в том, что Омни Найт в любой момент может ее подсейвить. Может прожать Гвардиан Энджел. Гвардиан Энджел, который пока что еще даже не использовался. И все равно не умирают игроки команды под названием... Слэмдан. Даже без Гвардиан Энджела. Что будет потом? Ну, действительно, мне кажется, что примерно пока понятно. Ну, это все же первые матчи, первые раунды этих квалификаций. Стоит напомнить, что команды, которые действительно заслуживают инвайта, они попадают сразу же в четвертьфинал, в полуфинал. И некоторым командам вообще есть возможность играть всего лишь одну карту в данных квалификациях. Так, физгрипп по Лине. Лину пытаются просто выключить. Но это не то, чтобы ее убивали. Это пытаются просто засейвить Морфлинга. Морфлинга действительно получается убивать здесь очень быстро. Лина поднимает Бэйна. Бэйна тоже стирают. Это даблкил для БТВ, даблкил для Фантом Ланцера. Но еще 22. И это не одно число. Это вот 2-20. Можно так сказать. По-хорошему, конечно, 22. Но команда... Под названием... Слэмданк. Немного нас путает своими круглыми цифрами. Такими же круглыми, как... Пока что еще не придумал. Убивают Фею на медл-линии. Должны сейчас еще и забирать Тир-2 Тавр игроки команды. Слэмданк. Ну и что, заходить на хиграунд? Так быстро, на 25-й минуте. А пока что глифортификейшн имеется. И Тавр стоит возвращает Андерлорда обратно на нижнюю линию. А вот это уже серьезно используется. Дарклифт должен Андерлорд лететь и пытаться дефить свою базу. Но бэйбэк от Феи. Это, наверное, то, чего могут... С чем могут себе позволить, все-таки, совладать игроки команды. Слэмданк. Лина. Получает Лайдстрайк Рэй. Очень неприятно. Также работает пока что на ней еще и Репел. Дэмэдж, чтобы они не наносят. Ни в коем случае Аутер Девавр. И работает также еще Аегаса. Пошел Эрдсплиттер. Эрдсплиттер взлетает только лишь по одному андерлорду. Не особо результативный. Очередной Лайдстрайк Рэй от Морфлинга. Морфлинга. Морф действительно очень даже хорошо себя может чувствовать в этой игре. И, ну, там, забирает, опять же, ультимейт. А с ультимейта забирается Прокослины. И Прокослины тоже можно использовать. То есть он на твою ману не влияет. Ты все используешь, получается, из маны своей реплики. Из своего морфа. Как это вообще сейчас называется? Ладно, Морфлинг использует ману... Лиды, в которые он превратился. Я думал, что, может быть, этот юнит каким-то образом можно назвать по описанию. Но, вроде как, нет. Так, проблемы. Мог быть, у андерлорда. Андерлорда подцепили. Андерлорда под Декенаурой. Очень долго... Точнее, очень медленно пытаются отсюда убежать. Получает в это время Керсед Краун. Амни Найт. Ну, и Омник просто переживает его абсолютно спокойно. Конечно, он на себя мог навесить. И попытаться выжить. Но репелл уже закончился заранее. Но все еще не отходит от Хигграунда. Ребята из команды Вульф. Все еще здесь же Аутур Девавр подцепили. Очень неплохо работает по нему, правда, еще и Найтмар. Пытается Бэйн всеми силами сейвить своего Кора. Но Омни Найт. Омни Найт. Без Гвардия Нижела. Можно попытаться поражать Солу Ринку. Хоть что-нибудь сделать. Но нет, не получается сделать абсолютно ничего. Омни Найта получается забрать. Но идет дальше уже Фантом Лансер. Фантом Лансер получает. А, Пит оф Мелис. Лицо убивает, правда, в это время Аутур Девавр. Аутур Девавр байбекается. Это очень большое количество денег, которые заставляют потратить на данный деф игроки команды Вульф своих оппонентов. Ну и Лина. Как бы Линия здесь не умереть? Лина, конечно, с Айггерсом. Лина может себе это позволить. Но когда нет Умни Найта, все же драться 5 на 4 уже не особо таки хочется. Ну и 12 тысяч преимущества, как было, так и осталось за командой. Под названием. Слэм Данк. Девавр байбек находится в атаке. Ну и вот они, графики. Графики, которые абсолютно никаким образом не прерываются. То есть, как было преимущество изначально, как на седьмой минуте имели преимущество в две с половиной тысячи игроки команды, Слэм Данк так оно и остается. Ни в коем случае не уменьшается. Продолжает увеличиваться, продолжает расти. Никаких камбэков, даже мини-камбэков, пока на этой карте не было. Но все может быть. Вполне возможно, сейчас игроки команды Вульф соберутся и заиграют новыми красками. Я думал, чтобы это было. Я думал, чтобы это было. И это, опять же, добавляет хоть немного силы файта 5 на 5 его тиммейтам. Так, цепляют. Аутер Девавра. Очень хорошо. ОД возвращаются. А также еще и подседшим в филд. Он отправляется в таверну. Эхостом. А вот Элдер Титан довольно-таки неплохой. Ну и Эрскриттер, конечно, тоже потратил. На всякий случай использовал. Невелика потеря. Аутер Девавр без байбэка. Ломается Тир-3 Тавр. Лина настреливает с лоу-граунда. Ей ты вообще практически ничего не сделаешь. Работает Криснет Краун. Криснет Краун. Слушай, срабатывает. Омни Найт использует Гвардия Нэнджел. Попадает только лишь по одному себе. Работает Рорайс. И Омник живет. Омник очень сильно пробит. Это неприятно. Опять же, Морфлинг еще не тратил свой ультимейт. Может превратиться в Лину и накинуть неплохой станчик. Тир-3 Тавр падает. Этим команда Слэм Данк более чем удовлетворена. Могут отойти. Могут опять же попытаться пофармить. В то время как линия уже будет потихонечку подламываться. Ну как минимум Ранжевой Барак. Если Крипы туда подходят, точно будет приседать. Фантум Ланзер. Начинает ломать святыню. Очень быстро со святынями справляется Слэм Данк. Проблема команды карты на Спортсклаб. В прошлой карте опять же была в том, что они святыни абсолютно не ломали. В итоге на 55-й, наверное, минуте просто в пятером поставились под вражеской святыней. И это было далеко не то, чего хотелось бы увидеть. Появляется дробовик у Морфинга. Но, как мы видим, пока что он... Молфлинг прибывает только лишь на 3-х хитпоинтов со всего прокаста. Но это первые намеки на камбэк. В принципе, какой-нибудь саппорт от того же самого Дизраптора можно будет включить довольно-таки быстро. Но Морфинг... Морфинга подцепили очередной раз. Морфинг без маны абсолютно. Пытается отхиливаться хоть каким-то образом. Пытается также еще и спастись. И спасает его. Андерлорд. Да, прожал на себя Этериал. В итоге не получал физического урона. Понятное дело, в этом плане Морфинг отыграл очень даже неплохо. Но, опять же, убить никого не получается. Счет все еще 3-24. 15 тысяч преимущества на 31-й минуте за командой под названием Слэм Данк. Но они двигаются дальше. Осталось поверхней линии сломать Тир-2 Тавр. Здесь также еще и Атур Девавр. Если бы он подставился, было бы прям вообще хорошо. Но пока этого не происходит. Бабочку дособирает себе уже Фантом Лансер. Вообще с диффузами, с Сашей Яшей, с Худом также против Андерлорда и Аутур Киваура. Слишком сложно уже этого Пэлла убивать. Сюда бы еще какую-то Тараску, и уже совсем непонятно, чем его, возможно, пробить. Конечно, убить можно, но герои команды Вульф в этом плане крайне плохи. Потому что Морфинг, он в файте, по сути, дерется от КД Атериала к Атериалу. Можно выдать плохой проказ по Лине, но, опять же, Лину с одного проказа-то ему не убить. Того же самого Фантом Лансера, если у него будет 3000 ХП после Тараски. И подавно. Тривела делает себе Лину. Абсолютно правильное решение. Будет сплитпушить, будет пытаться все же Лине подталкивать абсолютно со всех сторон. И нужно здесь это делать. Опять же, с живой атакой больше, чем рейндж Тавра можно будет и ТВ-раут потихонечку подламывать там Тир-3 в какой-то момент. Ну, Стать-4 Кентфилл ставится в этот момент на Андерлорд. Андерлорда пытались пробить, но Андерлорд просто на телепорте отсюда уходит спокойно. Все же, убить его вдвоем с Абротом 4-й и 5-й позиции не составляет возможности. Использовали все. На телепорт в итоге было сбить нечем. 34-я минута игры игра продолжает затягиваться, команды друг с другом не дерутся. Действительно, Дота с того момента, как я последний раз за ней наблюдал в предыдущем патче, очень сильно изменилась. То есть, игры продолжают затягиваться, игры в среднем на 8 минут стали дольше на протяжении этого патча. на том же Starladder Starladder iLeague очень долгие были игры, и по статистике действительно каждая игра была дольше на целых 8 минут. Все больше и больше Дота уходит в лейт. Ну и до лейта здесь осталось уже совсем немного. Я бы сказал, что, в принципе, уже Phantom Lancer как минимум в этот лейт вышел. Так, на верхней линии проблемы Underlord. Underlord, конечно, в инвизе, но его цепляют. Прекрасно его здесь просветили и видят. В итоге это минус. Ой, извиняюсь, Underlord, Outdoor Devour, конечно же. Underlord на нижней линии потихонечку пытается хоть что-то подпушивать, ну и вынужден делать телепорт на базу, потому что такими этапами заход на хиграунд чуть-чуть близко находятся. Уже прямо чувствуется запашок заход на хиграунд от команды. Слэмданк? Все время у меня какие-то проблемы с названием этого коллектива. Я все думаю Стампид, Слэмданк, Эхо Слэм. Куча слов приходит в голову, но Слэмданк не сразу. Да, это команда, которая прошла через открытые квалификации на данный турнир, поэтому видим мы ее вообще впервые, и не факт, что потом мы ее вообще увидим в каких-то квалификациях, да и вообще квалификаций уже осталось не настолько много. Итак, друзья, счет 3.25, конечно же в пользу команды Слэмданк, 36 минуты игры, 20 тысяч преимущества по золоту, Фантомланцер с бабочкой, Фантомланцер доделывает себе уже скаде, ну и нужно зайти на хига. Аегис на линии имеется, аегис будет работать исправно еще полторы минуты. Так что абсолютно спокойно можно будет даже прямо сейчас пытаться это делать, если получится навязать какую-то хорошую драку. Пока что получается, морфинга могут забрать, хотя пытается там аутур-девавр хоть какой-то интеллект себе в драке набрать и съесть неплохой, так же еще и разлом. О, дэм! Элдер Титана Бэйна пытается пробить. Бэйн получается в лицо от стерил, но все же не умирает. Андерлорда зацепили старшим филд. Отличный хостом от Элдер Титана. Аутур-девавр возможно тоже получится здесь убить умирает. Бэйн очень быстро с ним разбирается Фантом Ланцер. Аутур-девавр нельзя ни в коем случае сейчас умереть. Байбека не имеется. Аутур-девавр отправляется в таверну. И Пэл идет дальше. Пэл, конечно же, за Андерлордом уже не погонится. Слишком уж далеко он ушел. Тем более после Байбека понятное дело, что у него второй раз пробивать придется слишком сложно. Ну и должны падать. Должны падать строения команды Карлтона и Спортсклаб. Падает уже мидл линия. Возможно попытаются запушить еще что-нибудь. 52 секунды без Аутур-девавра это все-таки довольно-таки большое количество времени. Сбивают линку для Лины. Ну и что ж. А что дальше? А как ты дальше будешь эту Лину пробивать? Лин регенится. Уже Саига закончился. Тут Бланзер, конечно же, получает проказ ДРБВК от Морфинга но Морфинг Морфинг уже практически без мана. Фантом Бланзер только начал ее пробивать он уже без маны. Работает, конечно, еще Пайп, но не так долго он еще продолжит здесь хоть каким-то образом помогать команде под названием Карта на Спортклаб. Конец уже близок. 27 тысяч преимущества на 38-й минуте для команды. Слэм Данк. Ну и минус две стороны. Что ж, осталось забрать Рошан на очередной раз и выйти на третью сторону. В принципе, отличный план для данного коллектива, но проблема в том, что все же Аутер Дивавар сделал себе Хекс и с Хексом можно будет придумать что-то интересненькое. Там ту же самую Лину выключить, убить ее. Она, конечно, по-быстрому после Бластсона возродится там практически моментально, но с другой стороны сбить зарядок в Бластсоне тоже было бы весьма неплохо, потому что сейчас Лина с 24-мя зарядами может просто откидываться постоянно своими спалами и постоянно иметь третий уровень пассивы. Попыталась Феечка раскинуть в Террорайс, но в итоге решила этого не делать. Его сбили. Бэйна убивают, убивают, а еще Торди Валура очередной раз без Байбека. Залетает в линку. Прокаст от Морфинга. Морфинга зацепили. Старшн темпами можно уже даже просто 3-4 ломать. Решили все-таки сделать тинг-липов, да, решили пристраховаться. Ребята из команды Слемданк. Лина уже имеет 26 зарядок в Ластсоне после следующего файта. Эхо Стом неплохой по Андерлорду. Андерлорда можно было бы неплохо забрать, у него Байбека не имеется. Андерлорд в таком этапе действительно очень быстро отправился в Терр, но его попытались заселить, но работает также еще и Терр сплиттер от Элдер Титана минус Фея good game well played. 40 минут потребовалось команде Слемданк для того, чтобы закомбетчить, скажем так, свести к временной ничьей. Данное Best of 3 противостояние, они выигрывают вторую карту, сейчас становится 1-1. Ну и мы будем ждать третьей игры, третьей решающей карты, безусловно, она не...